друзья мои всем привет приветствую на эйве привет черновцы привет эйвовцы так в общем получил вчера сива p2 pro первая версия была на канале у меня обзор был сейчас я тут кое-что задумал и поэтому уже девственного вида не будет и спешу короткое видео заснять ну там обзоров уже наверняка будет хватать в сети пока я тут проработаю прогрею там ну и прочие нюансы порешаю поэтому тороплюсь именно дать информацию такую немножко не характерную нестандартную для обзоров хочу познакомить вас просто с внешним видом и с внутренним миром а носила в общем как обычно эстетика топ уровня топ-класса ну на мой взгляд это очень все так стильно может быть и консервативно где-то не футуристично точно но это одушевленно все-таки натуральные материалы на натуральный дуб дерево класс просто класс в общем в своем стиле чехлы оранжевые такие как кори коричневые привычные от сила в комплекте вот на молнии так характеристики у нас что мы тут имеем плонарный излучатель размер видите 32 ома импеданс всегда такой разброс немножко пугающий как по мне у сила как бы проблем вроде бы не наблюдается но может быть они подбирают драйверы но именно плюс-минус 15 ом 15 процентов может быть немножко шаг в стороны чувствительность 98 децибел 435 грамм 435 грамм я вчера так ознакомился света не было взял свисток м1п в стоке подключил бы мы проверю вообще послушаю ощутил я немножко подустал я вроде бы и не так много 435 грамм но еще не растянуты голове видать такой прижим ощущается вроде комфортно амбушюры мягенькие такие вот тоже не интересной формы нестандартной асимметрия определенная вот таким бушури не снимаются просто стягиванием заправляются там в щель вот но все равно так немножко подутомился подустал но что хочу сказать наушники точно будут стоить внимание на первый взгляд такой у меня первую модель я жарю я обзор делал и явных проблем не было голове мне только не понравилось там это однозначно было претензии здесь это пофиксили там бомба конечно сделали как все галуан класс все теперь по-людски не растягивает кожу на лице это здорово и по звуку вот на первый взгляд шаг вперед есть какие технологии там использовались на странице товара можете найти в официальном магазине сего на алиэкспресс но первое впечатление очень положительная понимаю что я слушал от свистка который просто в стоке они вообще сырые не играли ни минуты штатный кабель не знаю насколько он хорош но очень приятно было слушать очень кстати штатный кабель мы же его встречали но еще раз покажу медяшка сего подкупает своей от эстетикой кому-то это не важно а кому-то наоборот чуть ли не на первом месте и вот ну все здорово но есть вот эстетика и стиль в их изделиях даже фурнитура ну просто прекрасно все настолько нежно аккуратно просто класс еще хочу отметить конечно здорово что они положили именно балансный кабель в комплект и переходник но шнурочек переходник с 44 на 35 просто супер чего еще можно пожелать не знаю насколько они там хорошо этот кабель работает с этими наушниками не знает в будущем разберемся но просто класс комплект бомбический внешний вид как я сказал очень здоровский сейчас буду аккуратно здесь раскручено все ничего не повредил в общем дуб уже привычный внешний вид для съеха p2 только голове сделали не на пружинке как было именно вот фиксация на ползунках просто класс просто здорово но теперь я что меня сподвигло разобрать вообще вот эти тряпки я прямо просто почувствовал сколько не дают прозрачности не дают прозрачности я понимаю что надо срезать вот ну вот пока оно в целом видео вот хочу показать вам идея такова чтобы срезать эту тряпочку и сюда либо оставить просто зияющее такое отверстие либо все-таки как-то приклеить здесь шифон или что нибудь такое с более крупным зерном возможно здесь же сам планарный излучатель драйвер вот вы видите металлизацию там что-то с сапфиром связанное в описании написано мы видим здесь еще такую синтетическую ткань чтобы не попадал никакой мусор в принципе может быть можно тряпку срезать надеть амбушюру назад да и не морочите головы оставить вот эту ткань не знаю посмотрим просто кстати прямая отсылка к фостексам между rp50rp марк 3 мои фостексы там тоже я оставил амбушюру кто-то скажет на фостексах не срезал а тут будешь резать на фостексах не срезал там полностью стоковое состояние осталось то есть тряпочка и вот такая синтетическая ткань фостексах в чем особенность там очень-очень тонкие амбушюры то есть там вся толщина вот такая и фостексах прямо драйвер лежит на ухе в буквальном смысле буквальном смысле и поэтому вся яркость все звуковое давление но никуда не девается я драйвер на ухе лежит и там как бы со своими проблемами да там я рассказывал про фостексы но не там идеально все сбалансировано почему-то получилось но там инженеры молодцы здесь тоже все очень неплохо но так как толщина амбушюры есть и драйвер удален от уха но чувствуется недостаток прозрачности недостаток вовлечения понимаю что мы однозначно сто процентов выиграем среза вот эту ткань более излишней яркости какой-то призвука планарного я здесь не заметил наушники звучат даже из коробки очень-очень недурно вот поэтому не знаю может быть придется там другую ткань подцепить здесь вот эту можно она на самоклейке при желании можно вернуть возможно отклею посмотрим я восхищен вот как вот недавно мне были на канале стресс с е модель планарных наушников насколько там все правильно вот планарный драйвер полностью открыт и на амбушюре вот ткань такая с крупным таким зерном и красивый узор и не мешает но воздушным массам двигаться кстати вот за фостекс рассказал и действительно еще и рамка металлическая вот такая справа с прорезьями с отверстиями на сверленными точно так же как и в фостексе интерес интересный параллель вот была здесь вот такая вот рамочка за которую цепляется амбушюра вот так это на 4 винтах держится поэтому не сложно разбирается можно вытащить драйвер сейчас сейчас паузу поставлю вот вынимаем сам драйвер можем посмотреть с обратной стороны тоже такая синтетическая ткань кстати металлизация с этой стороны но серебристая привычная ну и конечно же ну там и деревообработка все здесь красиво все правильно все хорошо но вот сразу претензия к внутренней проводки компания сифа но если вы делаете и визуально топовые продукты очень технологичные драйверы это слышно сразу что все здесь очень на хорошем уровне но вот эта стыдная проводка которую мы уже сталкивались уже я не знаю сколько наверно уже больше десятка отзывов я получил по доработке сифа луан когда люди просто не верят в этот эффект просто не верят им когда меняют вот эти там несколько сантиметров вот этой проводочки на нормальный там хотя бы 0 5 квадрата хорошего по серебряного провода что даже громкость вырастает тут именно звуковое давление децибелах вырастает не говоря уже там на динамическом диапазоне в общей динамике там ну крупности образов и так далее со всеми вытекающими поэтому единственная моя претензия компании сифа что но не пожалейте вы хорошего провода что значит электрики сидят не веришь что по кабель там на звук ли я да вот этот отрезочек является здесь узким местом и в идеале было бы его заменить я думаю там профит был бы очень даже серьезный вот мы посмотрим возможно это и сделаю кому-то на продажу потом кину достанется такая эксклюзивная моделька вот но первое впечатление очень неплохое компания сифа молодцы развиваются двигаются как будто услышали мои замечания на счет оголовья и все пофиксили но разберемся потом по итогу в полном обзоре на ком на канале либо чем нового либо на канале по чувств видно будет а так всем хорошего дня и хорошего звука всех благ пока друзья